Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы от Кировской области, председатель Совета регионального Кировского отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Доронин. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю, что на сайте эхокирова.ру есть аудио и видеотрансляции нашего эфира. Кроме того, буквально вечером видео «Особого мнения» появляется на нашем сайте. Вы там можете не только послушать, но и увидеть нашего гостя. Ну, хочу начать я с темы капитального ремонта. По информации, озвученной накануне, в Кировской области фондом капитального ремонта жилья собрано всего лишь 42% денег от суммы, начисленной за капремонт за три месяца, за декабрь, январь и февраль. И это говорит о том, что у населения Кировской области очень недоверчивое, мягко говоря, отношение к капитальному ремонту. Как известно, 17 марта в АМИ был внесен в Госдуму законопроект о приостановлении взимания платы за капитальный ремонт до 2020 года. Хотелось бы узнать из первых уст, как рождалась эта идея, в чем суть законопроекта. На самом деле, 17 марта был внесен поправки в некоторое положение, в акты в виде такого законопроекта. И в прошлом году, когда в областном законодательном собрании данная инициатива обсуждалась, я хотел бы повторить радиослушателям, что все оппозиционные партии, включая «Справедливую Россию», «ЛДПР», «ТПРФ», выходили с инициативой начать применять данный законопроект, но стоимость взимания начать хотя бы с полутора-двух рублей. И таким образом, начиная с 2014 года, с декабря или с 2015 января месяца, не такую нагрузку финансовую положить на плечи людей, наших избирателей, и отработать полтора-два-три-четыре года, посмотреть, как этот закон работает в действии. И таким образом, я думаю, что сегодняшний гнев, который вылился уже в какие-то акции определенные, собираются люди, вот я вам скажу, что в городе Кирович-Песке на сегодняшний день процент собираемости еще меньше, где-то порядка 15%. — 42% в среднем, естественно. — В среднем, да. И я думаю, что вот он начал работать с законопроектом, уже закон с такой серьезной пробуксовки. Поэтому родилась такая мысль о том, чтобы, или инициатива о том, чтобы приостановить действия данного закона на территории не только Кировской области, а может быть всей Российской Федерации до 2020 года. — Почему именно до 2020 года? — Вы знаете, как раз в этом году в очень серьезный экономический кризис в России вступила. Не секрет, да, у нас сразу же наложилось несколько таких, ну, достаточно неприятных моментов для населения. Это и рост стоимости лекарств, это и рост стоимости продуктов питания. И вот как раз реализация во многих регионах вот этого закона о капремонте. И одновременно в одной точке все эти проблемы, они сошлись. И поэтому вот такое недовольство у населения. И я считаю, что вполне себе можно сегодня освободить большую часть населения, которое живет достаточно, ну, так скажем, бедно в Российской Федерации, вот выплат за капремонт. — А что будет, собственно, с теми деньгами, которые люди уже внесли? Их тоже заморозить на каких-то счетах? — Вот по отношению к этим деньгам, значит, их либо вернуть обратно населению, либо за честь в счет коммунальных платежей. Такое предложение было в пояснительной записке. Ну, еще раз повторюсь, особых иллюзий по поводу данного законопроекта я не питаю. И сегодня в Государственной Думе, проведя консультации со специалистами, я думаю, что с большой долей вероятности по формальным причинам могут отклонить этот законопроект. Я предполагаю, что ни партия власти, ни исполнительная власть сегодня не допустит даже на обсуждение Государственной Думы данный законопроект, а он может остаться в аппарате Государственной Думы либо на уровне комитета просто застрять. Но, тем не менее, огромное количество сегодня и сторонников в Государственной Думе есть, в том числе Сергея Михайловича Миронова я привлек в качестве соавтора, Николая Владимировича Длевичева, Валерия Гартунга, своего однопартийца по фракции, еще ряд депутатов высказали желание быть соавторами в данном законопроект. Я думаю, что мы будем, тем не менее, его продвигать, двигать каким-то образом и выносить, постараться на обсуждение Государственной Думы. Вы писали о том, что эта инициатива в Госдуме была озвучена с подачи депутата Законодательного собрания Кировской области Дмитрия Русских, да? И, собственно, сейчас, как известно, Дмитрий Михайлович будет на уровне нашего регионального парламента тоже готовить аналогичную инициативу. Вот это может придать какой-то силы, если она дойдет к Госдуме? Да, мы договорились об определенном взаимодействии, и, опять же, проконсультировавшись, в Государственной Думе приняли решение о том, что мы попробуем инициативу такую принять на Законодательном собрании обратиться либо к министру, который курирует, вот, систему ЖКЗМИН, и также к спикеру Государственной Думы Нарышкину с обращением. Я также знаю, что во многих регионах сегодня вот аналогичные обращения готовятся, это и Рязанская область, вот, мне звонили депутаты областного законодательного собрания, они готовят такие инициативы, я думаю, что в ближайшее время, потому что собираемость-то, на самом деле, она очень низкая по всей России, то есть это не только в Кировской области, это и Новосибирск, это и Челябинск, это и Московская область сегодня, там просто в разы взымание за капитальный ремонт выше, нежели в Кировской области. Но, повторюсь, что мы в прошлом году, предполагая, что возникнет определенная проблема по собираемости в областном законодательном собрании, предлагали от полутора до двух рублей попробовать вот действия этого закона, обкатать, посмотреть на реакцию людей, общества, но, к сожалению, нас не услышали, и партия власти с серьезными обсуждениями, с дискуссией, но, тем не менее, приняла вот такое решение. Ну, тут беда-то, наверное, основная не в несобираемости, а в том, что люди не понимают, за что они платят-то эти 30 лет, далеко не каждый уверен, что именно его дом будет отремонтирован. И доживет ли человек до того момента, когда действительно будет дом приведен в порядок? Вы понимаете, я думаю, что люди понимают, делают вид, что они не понимают. Понимаете, вот с 92-го года, когда началась приватизация, понятно, что огромное количество людей у нас приватизировало свои квартиры. Это уже частная собственность, несмотря на то, что это в многоэтажных домах, значит, есть у них совместная собственность, там, подъезды, крыши, фасады зданий. Понятно, что их необходимо там по истечении какого-то времени ремонтировать, и государство там постоянно или вечно не должно этим заниматься. Все здесь, мне кажется, предельно ясно всем, значит, и вся. На мой взгляд, все-таки основная проблема-то в том, что стоимость вот этого взымания за капитальный ремонт, она достаточно высокая, 7 рублей. Ну, на сегодняшний день, там, для человека, который имеет квартиру 50-60 квадратных метров, около 500 рублей, это, конечно, серьезные деньги. Опять же, повторюсь, что наложилась сегодня экономическая ситуация, это и снижение во многих случаях доходов населения, да, а также рост затрат на те же продукты питания, медицину. Ну, там, к лету, я думаю, что система ЖКХ и коммунальные службы, и энергетика, значит, поднимет голову и начнут увеличивать стоимость. Вот здесь вот это пересечение в одной точке всех проблем, вот создало такую проблему. Хотел бы я сейчас перейти к поправкам в бюджет Российской Федерации на 2015 год и последующий плановый период. Поправки подготовило правительство. Речь идет о серьезнейшем сокращении бюджетных расходов, в том числе на социальную сферу. Минфин даже рискнул урезать расходы на майские указы президента, которые долгое время считались, ну, такими непоколебимыми, да. В чем суть этих поправок, изучали ли вы их, и, собственно, позиция вашей, позиция справедливой России по поводу этих поправок? Внесенные поправки в бюджет, в расходную часть, в доходную часть, в бюджет 2015 года, конечно, я с ними ознакомился, ну, более подробно, наверное, ознакомился с поправками, которые были вносены в бюджет по сельскому хозяйству. На самом деле, практически все статьи бюджета у нас идет, так называемое, по выражению министра финансов, линейное обрезание, такой интересный термин они придумали, да. Вот, и он сокращается, наверное, вы слышали, что на прошлой неделе и на этой неделе шло достаточно бурное такое обсуждение по индексации различным категориям граждан льгот, и Государственная Дума, партия и власти, я думаю, что примет это решение о том, что откладываться будет индексация в этом году, а примут решение по индексации в связи с четким пониманием инфляции в следующем году и компенсирует вот этим отдельным категориям граждан вот эти льготы, да. Я думаю, что это обычная уловка и передергивание факта. Я думаю, что в следующем году исполнительная власть и партия власти придумают опять какие-то определенные проблемы, чтобы не индексировать вот эти льготы, да. Я глубоко убежден в том, что в принципе с экономикой нашей можно решать проблемы. Я убежден в том, что необходимо наполнять денежные массы, экономику нашей страны, и в принципе за процессами инфляционными есть инструменты не раскручивать инфляцию, а решать проблемы за счет печатного станка. И я не думаю, что выплачивая компенсации, льготы, пособия, пенсии, мы раскрутим маховик инфляции, если будем в полном объеме выполнять все обязательства перед этой категорией граждан. Ну и такой лакмусовой бумажкой проблем в экономике, конечно, является то, что исполнительная власть начала индексировать заработную плату впервые за, наверное, лет, не знаю, 16-17. Я вот о таком слышу, чтобы сокращались зарплаты бюджетников. Да, действительно так происходит. Ну, хотел, все-таки, да, этот вопрос будет выноситься на голосование государственное, думаю, да? Этот вопрос будет выноситься на голосование. Позиция фракции «Справедливая Россия» отрицательна. Мы будем голосовать против данных поправок. Еще раз повторюсь, огромное количество инструментариев мы предлагали по решению этих проблем, начиная вот от достаточно, может быть, непростой такое решение проблемы через увеличение денежной массы у нас, рублевой массы. Я думаю, что вполне себе может правительство наше, исполнительная власть контролировать вот эту инфляцию. — Хотелось бы поподробнее остановиться на поддержке агропромышленного комплекса сельского хозяйства. Помнится, в начале года мы с вами встречались в этой студии и обсуждали антикризисные меры, да, правительство, вы тогда критиковали, да, правительство за недостаточную все-таки поддержку сельского хозяйства. Что-то изменилось в той поры? Руководство страны прислушалось, внесло какие-то коррективы? — Ну, вот смотрите, что произошло за этот период времени. Было выступление Шувалова в Государственной Думе, который с высокой трибуны заявил о том, что дополнительно 50 миллиардов сельскохозяйственного комплекса в рамках реализации антикризисных мер будет выделено. Но затем по прошествии буквально двух с половиной или трех недель, опять же, при внесении поправок в бюджет 2015 года, мы увидели, что и бюджет сельскохозяйственный у нас будет сокращаться. То есть немножко непонятно вот те обещания, которые даются с высоких трибун, да, о дополнительном вливании денежных средств в сельскохозяйственную отрасль и решению проблем по импортозамещению, да, и то, что министр финансов внес на прошлой неделе в Государственную Думу, откорректированный сельскохозяйственный бюджет уже с сокращением. Здесь немножко, опять же, некий когнитивный диссонанс наступает вот лично у меня, да, по отношению к этим двум позициям. Поэтому бюджет сельскохозяйственный будут сокращать. Я, наверное, не буду там утомлять радиослушателей цифрами. Сокращают практически по всем позициям. Это и по государственной программе социальное развитие села, строительство жилья, газификации. Это и субсидирование по различным направлениям. То есть, по сути, все статьи бюджета сельскохозяйственного, они будут сокращены. Мы пока не на очень большую цифру, но я думаю, что впоследствии, не знаю, к лету, это не первое изменение, внесение изменений в бюджет, потому что экономика у нас действительно на сегодняшний день больна. И больна она серьезно. Ставит ли это под угрозу посевную компанию? Хочется задать такой вопрос, который скоро уже стартует, а в южных регионах она уже, собственно, происходит. Вы знаете, судя по отчетам банков, которые кредитуют сельскохозяйственный комплекс, это Россельхозбанк, это сберегательный банк, денег на посевную выдано не меньше, чем в прошлом году, но с учетом того, что цены подорожали и на топливо, и на ядохимикат. Плюс ставки еще выросли. Да, на удобрение, я думаю, что на самом деле фактически денег меньше получит сельхозпредприятие на посевную, но тем не менее посевную проведут, это не первая проблема для сельхозтоваропроизводителей, бывали и времена, и периоды намного тяжелее. Но ситуация очень сложная, в очередной раз ни о каком импортозамещении, да, мечтать не придется за счет роста цен, может быть сельхозтоваропроизводители компенсируют вот эти проблемы свои. Еще хотелось бы затронуть одну больную тему, это рост цен на продукты, и решение о замораживании цен, которое давно уже обсуждается на уровне правительства, но пока решения еще там не принято никаких, зато сами продавцы, вот крупные сетевые магазины, в том числе «Пятерочка» и «Магнит», приняли решение заморозить цены на социально значимые продукты на два месяца. Не так давно премьер-министр Медведев говорил о том, что, возможно, будет предусмотрена какая-то адресная продуктовая помощь нуждающимся, малоимущим. Но остановимся на заморозке. Плюсы и минусы, на Ваш взгляд, оправданы сейчас вот это такой шаг? Вы знаете, социально значимые продукты питания – это хлеб, это молоко, это крупы, там категория круп, некоторые. Я думаю, что это правильно, но ведь после того, как цены поднялись, где-то больше, где-то меньше, я не думаю, что это произойдет какого-то серьезного эффекта. Бороться или вмешиваться в государство регулирование цен в розницу – это, на мой взгляд, неэффективно. Я думаю, что никакого конечного результата этим мы не достигнем, кроме того, что мы просто попиаримся там и информационный какой-то повод создадим для обывателя. Может быть, да, это достигнет своей цели. Есть, опять же, огромное количество инструментариев, которые могло бы позволить потребителю нормально потреблять и покупать, и увеличивать спрос на продукты питания. В своих докладах и выступлениях я неоднократно приводил пример Соединенных Штатов Америки, где, вот как и в Кировской области, сегодня «Покупай Вятская» губернатор достаточно интересный проект реализует, да, там на протяжении уже многих десятилетий продуктовые карточки выдаются людям с низким достатком доходов, и такая помощь, которая через продуктовые карточки, они приобретают продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, выдаётся на сумму населению 60 миллиардов долларов. Это, по сути, в десятки раз больше в год. Это, по сути, в десятки раз больше, нежели вся поддержка сельскохозяйственного комплекса в Российской Федерации. 60 миллиардов долларов объём продуктовых финансовых карточек населения, которые приобретают в сетевых магазинах продукты питания, сельскохозяйственные, овощи, фрукты, мясную продукцию, крупы различные, значит, коллег. Ну вот мне сейчас вспомнилась цифра, которая существует у нас в Кировской области. У нас есть продуктовая карта, да, рассчитанная на многодетных семей, там, каждый месяц, если семья приобретает местные продукты и тысяча рублей перечисляется. И вот с октября 2014 года, вот, простите, 2013 года действует этот проект, 2,5 миллиона рублей областное правительство у нас потратило. Как оцениваете эти цифры и этот проект? Ну, вы знаете, в рамках тех возможностей, которые у нас существуют у бюджета, у регионального, да, это отдельная совершенно тема, там, диспропорции бюджетных взаимоотношений, когда муниципалитетом на местах, по сути, остаются крохи от тех налогов, которые они собирают у себя на местах, да, и также остаются совершенно, там, крохи региональным бюджетом, а федералы забирают практически, там, весь налог на прибыль, НДС у нас и так далее и тому подобное. Значит, конечно, 2 миллиона, ну, с одной стороны, это вроде бы какая-то помощь, да, но с другой стороны, конечно, это очень маленькие деньги, на данный взгляд, и, наверное, не обеспечит тех потребностей, которые есть у тех же многодетных семей. Ну, мы сейчас заговорили, да, о проблемах муниципалитетов, муниципалитетов хотелось бы расширить эту тему. Ну, действительно, постоянно идут сигналы о том, что у местной власти нет денег, да, на, там, самые первоочередные вещи, на уборку улиц, на уборку крыш и так далее и тому подобное. Сколько это может продолжаться? Менять законодательство? Кричат. Понимаете, надо менять бюджетный кодекс. Вот, я, опять же, глубоко достаточно изучал эту проблему по отношению к своему родному городу, к городу Кирово-Чепецку. Значит, у нас на сегодняшний день город Кирово-Чепецкий, Кирово-Чепецкий район у всех субъектов налогообложения собирает порядка 4 миллиардов 800 миллионов. Это налоговых поступлений, плюс неналоговые платежи, я думаю, что где-то около 600 миллионов. То есть, под 5,5 миллиардов собирается различных платежей, значит, субъектов налогообложения, да. А в городе Кирово-Чепецке остается у нас порядка 1 миллиарда 200 миллионов. В Кирово-Чепецком районе остается около 500 миллионов. То есть, итого с 5 миллиардов 500 миллионов собираемых денег на этой территории остается примерно 1 миллиард 700. Вот и смотрите, какой диспаритет у нас идет взаимоотношений между органами региональной власти, а федеральной власти по отношению к региональным и местным органам самоуправления. Поэтому мы можем сколько угодно говорить о проблемах беспризорных, значит, кошек, собак, лед, глыбы, неубранные улицы, значит, асфальтирование, озеленение и так далее и тому подобное. Без денег эти проблемы, конечно же, не решить. И вот здесь диспаритет этот необходимо, конечно же, менять и эту проблему решать. Вопрос уже ставился? Вопрос в Государственной Думе ставится и оппозиционными партиями, но, к огромному сожалению, вот стена непонимания и того, что исполнительные власти так проще и легче и управлять регионами, и получать необходимые результаты, в том числе и в выборных кампаниях, он, конечно же, для меня понятен. Но, если говорить о другой стороне этой медали, то, естественно, стимул что-то созидать на местах, конечно же, у исполнительной власти и у законодательной власти пропадает. Если эта ситуация будет продолжаться, во что это все может вылиться? Только усугубляться? Это будет усугублять ситуацию на периферии, в слабых регионах, достаточно слабых, где нет и не развита промышленность. Я думаю, что вот эти регионы будут постепенно вымирать, будет серьезная миграция населения и концентрация вокруг крупных городов-миллионников, где более-менее ситуация финансовая, более-менее благоприятная, опять же, по отношению к тем региональным городам. Я не говорю сейчас, что по отношению к мировой какой-то экономике, но, тем не менее, по отношению к вот этим периферийным городам, конечно, в городах-миллионниках, вот сегодня работая депутатом Государственной Думы, я вижу, что улицы Москвы и озеленяются, и идет асфальтирование, и асфальт ежедневно моют уже на протяжении недель трех, после того, как сошел снег с определенными чистящими средствами, Москва просто великолепно себя чувствует, и идет строительство, идет строительный бум, развязки, пешеходные дорожки, значит, стоянки платные, бесплатные, все это строится, фасады зданий ремонтируются, конечно, это отдельное государство, государство. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, пару минут, и продолжится особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы от Кировской области. Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы от Кировской области, председателя Совета Кировского рекотделения партии «Справедливая Россия». Следующий вопрос, который я хотел бы затронуть, это трагедии этой зимой, произошедшие в связи с падением с крыш снега и льда на голову людей, в том числе детей, как известно, в феврале от падения льда скончался месячный ребенок, и вот в начале марта трагедия произошла в Слободском, там погибла шестилетняя девочка. Ну, уже, наверное, кроме слов соболезнования, собственно, родителям, родственникам этих детей уже ничего не скажешь. Задача сейчас основная заключается в том, наверное, как не допустить этих трагедий в дальнейшем, чтобы они не повторялись. У вас есть позиция по этому поводу? У меня совершенно четкая позиция в отношении того, что случилось. Это ведь не первый случай и в городе Кирове, и в городах Кировской области. Вот проблема, значит, обледенения крыш, карнизов. И я буквально неделю назад, вот как раз в своем блоге написал о том, что во всем цивилизованном мире, в европейских странах, которые имеют такие же климатические условия, как Российская Федерация, Кировская область, это Швеция, Финляндия, это Норвегия, это та же Австрия. Вот везде, где я был, может быть, лет 10 назад еще, да, когда начинал ездить в Европе, значит, видел о том, что система отопления крыш работает достаточно качественно, и она включается в необходимые моменты, где-то автоматизировано, где-то вручное управление, и идет растопление вот этой наледи всей, да, постепенно, значит, в течение всего зимнего сезона, и вся эта наледь не скапливается. И нет вот этих проблем, кстати, в той же Германии или Австрии, там достаточно большой угол скатов на крышах, да, там своеобразная архитектура во многих зданиях такая же, да. В готиках, да. Да, поэтому этих проблем, как бы, там, по сути, не существует. Здесь, вот опять же, от бедности нашей, да, от непродвинутости и местных органов самоуправления, мы, к сожалению, постоянно ведем какую-то борьбу с каким-то снегом на крышах. Вот эту проблему надо решать таким образом, я считаю. А по отношению к этим происшедшим, я думаю, что исполнительная власть, конечно же, должна нести серьезную ответственность, и необходимо наказывать людей, которые как раз отвечают за систему ЖКХ, и менять, и увольнять, и к уголовной ответственности привлекать. Потому что, ну, видимо, вот в Российской Федерации только через систему вот такого наказания, значит, мы сможем достичь каких-то результатов. Конечно, это печально, безобразно, какой-то, ну, не знаю, средневековье просто. А считается ли Вы, что первые лица должны нести за эту ответственность? Я считаю, конечно, необходимо привлекать к ответственности и глав администрации, и руководители ЖКХ, управляющих компаний, которые этим занимаются. И в конечном итоге необходимо все-таки сесть, может быть, управляющим компаниям, сметы эти посчитать, да. Опять же, ведь неглупые люди там в той же Европе этим занимаются, и наверняка все это рассчитывается. И ведь сегодня мы вручную очищаем крыши. Да, это ведь тоже определенные затраты финансовые, да. Ну, еще раз повторюсь, вот эта система, она работает уже десятилетиями в этих северных странах и решает проблему таким образом. Сколько она стоит, интересно? Вы знаете, я зашел на сайт одной из компаний. Вот достаточно демократичные цены, я думаю, что вполне себе могут позволить и жители дома, у которых есть проблемы, или там скатная крыша, да, вот такую систему, если, опять же, у нас бы эффективно расходовались все деньги, которые собирается с населением. У нас проблема в том, что население не доверяет сегодня многим, и управляющим компаниям по причине того, что очень высокая коррупциогенность у нас в Российской Федерации, и поэтому люди читают, знают об этом, и поэтому вот сегодня доверие к власти. Вот эта проблема необходима каким-то образом нам всем. Ну, если появление таких крыш в нашем городе, в нашей стране, это и перспектива, то что-то мне подсказывает, что очень отдаленная перспектива, может быть, еще не, собственно, исчерпан тот ресурс, когда нужно муштровать, что называется, управляющие компании, чтобы они добросовестно выполняли свои обязанности? Закручивать греки? Ну, вот посмотрите, что значит добросовестно выполнять свои обязанности? Вот в их обязанности входит чистка крыш, да, я еще раз говорю, и если установка такой системы отопления карнизов сточных вот этих труб, да, она имеет место быть в Европе, на Западе, да, то люди наверняка уже давным-давно просчитали эффективность вот такой системы, когда за тебя обогреватель решает проблемы вот человеческого фактора, там, того же чистильщика крыш и, там, человеческих жизней, да, и система эта достаточно и недорогостоящая, и затраты на ее содержание или, там, работу, они, ну, по сути, свои копеечные, да, поэтому здесь вопрос в эффективности, еще раз говорю, работы тех же управляющих компаний, если они считают свои деньги, и еще раз говорю, если на весы, там, ставить человеческие жизни, да, и установки таких систем, то я считаю, что тут однозначно 100% населения скажет, что установка таких систем. Хотелось бы еще немножко о городских новостях поговорить. Накануне стало известно о том, что в Кирове будет таки еще один торгово-развлекательный центр. Администрация города рассмотрела конкурсное предложение БСП Инвест Плюс для заключения инвестиционного соглашения в целях строительства универсального рынка с торгово-развлекательным центром на месте, там, где сейчас располагается центральный рынок. Вот такая новость. Как ее воспринимаете? Вы знаете, я свою позицию тоже по отношению к торгово-развлекательным центрам и вообще к торговым площадям давно сформулировал для себя и неоднократно ее и публично высказывал. Я за то, чтобы, опять же, делая отсылку на практику цивилизованных, развитых стран, европейских, мировых каких-то держав, да, выносить все торгово-развлекательные центры за пределы города. Ведь контингент, который посещает вот эти торговые центры, кинотеатры, достаточно обеспеченный, да, и в основном на собственном автотранспорте подъезжает к этим развлекательным центрам. Ничего, кроме проблем технических, там, автомобильных пробок, да, заторов на дороге, там, мусора того же, они не для города, как бы, создают вот одни проблемы эти центры. Необходимо выносить за город, значит, в городе, я считаю, необходимо больше приветствовать и стимулировать сферы обслуживания, населения услуг, это рестораны, кафе, это пешеходные улицы, это, может быть, в центре города застройка малоэтажным жильем, да, опять же, высотные здания тоже где-то строить, начинать на окраинах. Я думаю, что ничего, кроме проблем, вот такие торгово-развлекательные центры, они для города в будущем, когда идет такая серьезная концентрация, опять же, с районов области у нас, с малых городов Киров приезжают люди, я считаю, они не создают. Как экономический кризис отразится на этой сфере, на мой взгляд, на сфере торговли? Я думаю, что экономический кризис, он отражается уже сегодня, достаточно серьезно и на потреблении, я не говорю там не только о продуктах питания, когда люди переходят на более низкокачественные и по низкой цене продукты питания, да, я думаю, что и сфера услуг, те же кинотеатры, театры, значит, вот эти развлекательные центры, одежда, ну, чего говорить, у нас на 38% потребления автомобиля, это один из таких индикаторов экономики, упал. Я думаю, что мы в начале пути вот этого серьезного экономического кризиса и вот первый звонок – это сокращение федерального бюджета у нас, это сокращение заработных плат бюджетников, это не индексация различным категориям граждан, значит, их льгот, пенсии и так далее и тому подобное, это вот первые звонки, предвестники такой серьезной экономической ситуации, сложной, я думаю, что и с 15-й год, и с 16-й будут достаточно серьезными проблемами для всей экономики. Кстати, сокращение зарплат депутатов Госдумы, оно уже произошло? Да. То, о чем говорил Нарышкин еще в конце февраля. Сокращение на 10%, да? На 10% и затрат на аппарат, и, значит, сокращение заработных плат, оно произошло, да? Ну, вот я знаю позицию ЛДПР, да, по этому поводу, они говорили о том, что на 30-35 даже готовы сократить зарплату, я имею в виду депутатов Госдумы. Но «Справедливая Россия», по-моему, тоже подобное было предложение, чуть увеличить это сокращение, или я ошибаюсь? Я думаю, что мы в начале пути, вот повторюсь еще раз, я думаю, что бюджет, наш федеральный бюджет, я думаю, и региональный бюджет, и муниципальные в этом году будут пересматриваться в сторону сокращения еще неоднократно, потому что по первому кварталу есть сигналы достаточно серьезные по поступлениям налоговым, что идет обвал, поэтому я думаю, что мы придем к тому, что еще на 10%, на 20%, на 30% будем сокращать. Ну, повторюсь, это не панацея, еще раз говорю, экономику, необходимо строить не вот с этой точки зрения сокращение выжиманий. Я все-таки считаю, что необходимо увеличивать денежную массу в Российской Федерации, необходимо снижать процентную ставку по кредитам, стимулируя инвестиционные возможности компании, и агропромышленного комплекса, и промышленности перерабатывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, и необходимо выполнять обязательства перед пенсионерами, значит, льготниками и так далее и тому подобное, вкачивать через эту категорию граждан деньги и через бюджеты, и опять же ввести монетарную политику через банки, но со снижением процентной ставки. Если бы у нас была процентная ставка 3-4% годовых, я думаю, что экономика наша, которая на сегодняшний день, производственные компании на 64% по некоторым данным экономическим сегодня используют свой потенциал производственный, то есть есть куда экономике расти, есть где заниматься импортозамещением, я думаю, что вот эти инструменты, они известны всем экономистам и исполнительной власти. У меня возникают огромные вопросы, почему мы этими инструментами не пользуемся, а идем по пути сокращения затрат. У нас остается буквально минуты две, я хотел бы еще об одном упомянуть событие, событие конца февраля, вы были в составе пяти депутатов, да, от «Справедливой России», которые вышли с такой инициативой, как запретить президенту Российской Федерации вводить экономические санкции в обход Государственной Думы. Так все было, да? После этого руководство «Справедливой России» высказало свое неодобрение этим поступком. Что это было и, собственно, последствия этого? Вы знаете, мы действительно с группой депутатов, пять человек, предложили внести в Государственную Думу законный проект о том, что объявление экономических санкций – это прерогатива Государственной Думы, законодательных органов власти, опять же, ссылаясь на опыт западных стран и Соединенные Штаты Америки, пройдя вот через этот путь, когда в 1972 году и в 1979 году это была прерогатива президента, объявление экономических санкций. Потом умные экономисты посчитали, что введение экономических санкций в Соединенных Штатах для экономики государство принесло очень серьезные, непоправимые проблемы экономические. У нас ведь сегодня что происходит? Совет по безопасности принимает решение и рекомендует президенту принять те или иные экономические санкции своим указом. К огромному сожалению, это достаточно умные, профессиональные люди, которые входят в Совет Безопасности, но там нет практически экономистов. Поэтому мы предлагаем после вынесения рекомендаций в Совет Безопасности президенту, президент выходит с инициативой перед Государственной Думой и с привлечением различных экономистов, специалистов, комитетов принимать все-таки решения коллегиально по введению тех или иных экономических санкций. Я считаю, что те санкции, которые мы ввели сегодня продуктовые, они недостаточно эффективны. Я думаю, что если бы мы ввели эти санкции и параллельно дали возможность нашей промышленности, опять же, получать дешевые кредиты и параллельно вкачали бы деньги в экономику, мы, наверное, бы вопрос импортозамещения каким-то образом через определенный промежуток времени решили. Но сегодня, введя продуктовые санкции, обрезая ту же сельскохозяйственную отрасль, ту же пищевую промышленность от доступа к дешевым кредитам и сокращая вообще затраты на эти отрасли, мы проблему импортозамещения не решим. Мы получаем сегодня рост стоимости продуктов, питания. И опять же, вся проблема в конечном итоге уложится на конечный потребитель. Буквально коротко, эта инициатива, она все утонула. Эта инициатива сегодня лежит в Государственной Думе. Я думаю, что через какое-то определенное время, если, опять же, по формальным признакам не отклонят эту инициативу, она будет обсуждаться. Но вот та истерия, которую подняли вокруг этого законопроекта, у нас совершенно непонятно, там ничего такого проблемного, никто там полномочий президента нашего не лишает. И такие вопросы-то. Я думаю, что таким образом мы, наоборот, с него ответственность хотели. Некую снять за принятие вот такого решения, а не на личном. Спасибо. Завершается программа «Особое мнение». И сегодня это было «Особое мнение» Сергея Доронина, депутата Государственной Думы от Кировской области, председателя Совета Кировского рекотделения партии «Справедливая Россия». Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До свидания.